Дорогие друзья, мы плывем по реке Нил. Видим, что в этом месте река довольно широкая. Похоже, чем-то на нашу северную длину. Приклываем на другой остров города Тарнак. Мы тут находимся на берегу Нила. Вот, видите, да, это берег Нила. Дело в том, что было бы очень интересно сравнить самую длинную реку в мире с другими реками. И вот сейчас я пребываю на берегу реки Нил. Всем хорошо известно, что Нил это самая длинная река на планете. которая просекает всю Африку с ее севера на юг. И вот мы видим, что река Нил, в принципе, ничего не отличается от любых других рек. Очень напоминает обычную реку Вину. Вернее, ее приток, например, Куропока. Только берег весь загажен мусором. Вот посмотрите, сколько мусора кругу валяется. Вот, ну и на берегу растут не ивы, сосны и ели, а пальмы, кактусы и различные виды цветов. Вот, которые здесь предоставят в изобилии, дорогие друзья. А вот здесь видим, что вот такой причал. Вот причал здесь довольно простой. Не навороченный, просто пару блоков брошено в воду. И железная хрень с мостиком. Все, ну а вдалеке вот такие яхты прогулочные стоят. Кстати, довольно распространены они на всей Африке. Вот такие кораблики интересные. Друзья, едем мы вот на таком микроавтобусе. Едем в сторону долины Мертвецов. Здесь были найдены, найдена большая часть мумий. В том числе, кстати, и сам Катархамон, и его золотая маска. Она была найдена вот, вот за той горой слева от меня. Ну а сейчас мы едем непосредственно к гробнице правительницы Хаджипсу. Сейчас мы добрались до очень значимого места. Это так называемая долина царей, или долина смерти. Здесь хоронили всех фараонов. Пять тысяч лет назад. Кругом в этих горах до сих пор даются раскопки. Буквально недавно, две недели назад, как местный житель сказал, нашли две мумии. Вот перед вами одна из главнейших гробниц. Здесь была найдена мумия правительницы женщины. Единственная правительница в Египте. Это правило в те времена. Храм Хаджипсу. Сейчас, дорогие друзья, мы будем проникать внутрь этого грандиозного сооружения. Мы поднимемся сначала на первый уровень, затем на второй. И проникнем в самое сердце этой мощной гробницы. Очень толстые поручни. То есть, издалека, они кажется, совсем как гипячки. Но на самом деле, они толщиной метр-полтора. То есть, это для гигантов все было сделано. Сразу возникает ощущение, что все было построено на планетянами, дорогие друзья, а не людьми. Обратите внимание, насколько огромная гора возвышается над этим мощным храмовым комплексом, в котором была похоронена Хаджипсу. Но мы сейчас прибываем на втором ярусе этого здания. И сейчас будем подниматься уже непосредственно вверх, дорогие друзья, внутрь этого здания до третьего яруса. Продолжение следует... Мы идем дальше, дорогие друзья, к гробницам фараонов. В течение всей жизни фараонов копали их рабы подземелья, куда посмертно потом у нас ели мумифицированное тело фараона. И вот в этих гробницах мы сейчас с вами и пройдем. Мы будем проникать вот туда, с вами его сейчас заберем. В течение всей жизни фараона ему копали внутрь под землю могилы. Поэтому чем дольше жил фараон, тем глубже эти могилы. Мы видим красивые фрески, которыми расписывались стены внутри этих гробниц. Вот, дорогие друзья, мы спустились к саркофагу. Обратите внимание, вот здесь саркофаг. Приезжал царь. Фараон по тем временам, ну, нынче царь. Вот это мавзолей, нынче, на словами, а раньше это называлось склеп. Такой же мавзолей находится на Красной площади. Здесь лежит Владимир Ильич Лей. Обратите внимание, какой здесь склеп. Вот тут ноги у него были, а тут голова. Вот тут он и находился, дорогие друзья, в этом границе. Обратите внимание, видите, скалы, где, друзья, как будто связали ее с тесоком. Скорее всего, так и есть. Кстати, везде в этих землях, в скале, кругом. Это все кладбище, древнее кладбище, 5000 лет кладбищу, как минимум. А может, на самом деле, больше, видите, там, эти входы.